Масштабная общественно-культурная акция «Марафон Единства» стартовала 17 сентября и охватит все регионы Беларуси. В каждом городе планируется насыщенная двухдневная программа. В числе мероприятий не скучная ни лекция, знаковая встреча, городские квесты «Это все мое родное», выставки «Беларусь. Взлет. Суверенная Беларусь», передвижная экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, серия концертов «Время выбрало нас». 18 и 19 октября республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон Единства» принимает Гомель. О том, что ожидает гомельчан, говорим сегодня в программе «Мнение». Это Белорусский Терри Гомель, меня зовут Михаил Садовский, здравствуйте. С нами на связи представители рабочей группы по подготовке акции, директор ООО «Музыкальная медиа-компания» Андрей Гузель. Андрей Антонович, доброго дня. Добрый день. Привет, Гомель. Вы расскажите, как прошел дебют в «Молодечно»? Вот название акции «Марафон Единства». Чувствовалось ли это единство во время подготовки и во время проведения самого мероприятия в «Молодечно»? Да, вы знаете, кстати, очень важно отметить, что «Марафон Единства» — это не спортивное мероприятие, а это культурно-просветительская акция. То есть это набор мероприятий для людей, для общества, для нашего гражданского, скажем так, сообщества. Как прошел? Я могу сказать, что прошел... Мне очень сложно и мне нельзя давать оценки, потому что мы всегда чем-то недовольны. Если ты доволен, то значит, ты остановился в развитии. Мы идем по другому принципу. Мы слушаем отзывы, слушаем тех, кто был приглашен, слушаем тех, кто принимал участие в мероприятиях «Марафона» и понимаем, что оценка высокая. Оценка высокая. С огромным теплом и интересом отнеслись все, кто принимал участие в мероприятиях. Среди организаторов, а это не только музыкальная меди-компания, это все ведомства, все министерства, администрации городов, все службы, которые могут быть задействованы. Все были задействованы, и от каждого чувствовалась тотальная поддержка, тотальное желание решать любой вопрос. И огромное спасибо уже молодечну. И я уверен, как мы готовимся уже по Гомелю, с гомельской стороны также есть поддержка, и это очень важно для нас. Андрей Антонович, ну вот смотрите, понятно, что можно делать какие-то выводы по итогам организации мероприятия. Есть какие-то идеологические моменты и составляющие, но все-таки такого рода акции – это в том числе про чувство, про чувство атмосферы. Вот с точки зрения организатора, расскажите, и с точки зрения, ну может быть, делились участники. Какие чувства испытывали участники акции и сами организаторы в «Молодечно»? Знаете, каждый из нас с «Молодечно» уехал с одной мыслью. Это не просто какой-то концерт галочки. Это мероприятие, которое очень нужно людям. Если вы знаете, то «Марафон Единства» – это не только концерт в Ледовом. «Марафон Единства» – это ряд мероприятий. От выставок, например, «Белта» привозит выставку «Беларусь. Взлет». Например, «Музей Великой Отечественной войны» привозит свою экспозицию в музее. У нас Белорусский республиканский союз молодежи организовывает городской квест, который имеет как предварительное домашнее задание, так и его точки прямо возле Ледового дворца. Это не скучные лекции для студентов средних учебных заведений. Это знаковая встреча, которую мы проводим в нестандартных местах. Например, в Молодечно это был ЖД вокзал, на котором приехали знаменитые космонавты, герой Беларуси Марина Василевская, герой Российской Федерации Олег Новицкий. И там был такой ажиотаж, что мы вынуждены были отказывать людям посещение, потому что зал был переполнен. А в городе Гомеля это будет торговый центр «Кристалл» на фудкорте, где мы также в нестандартной обстановке встретимся и пообщаемся. Кстати, могу приоткрыть завесу тайны в Гомеле тема «Знаковая встреча». Это будет «Как создаются фейки». И наши спикеры расскажут в подробностях, наглядными примерами, как сегодня находятся фейки в инновационном пространстве. Ну и безусловно, это как изюминка и вишенка на торте, это огромное шоу в Ледовом дворце, к которому мы готовимся уже неделю. То есть наша техническая группа приехала в Гомель уже в понедельник и начала свои монтажные работы по укладке покрытия на лед, по демонтажу барьеров стеклянных и так далее. Поэтому работа ведется уже сейчас. И я точно знаю, что каждый из нас старается сделать следующее мероприятие на уровень выше, чем было предыдущее. И, кстати, принимающая сторона, например, Гомельский облсполком также хочет сделать еще лучше, чем было. И это такое здоровое, знаете, здоровое спортивное желание. Андрей Антонович, ну вот вы, кстати, затронули тему того, что активно в организации мероприятия участвует Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Это, наверное, такая примечательная черта, что молодежь действительно активно в организации задействована. Вот какой это шарм, если можно так выражаться, придает мероприятию и самому марафону единства? Я думаю, что шарм марафону придает не только это мероприятие, квест, городской квест, это все мое родное. В целом, активное участие молодежи. Да, молодежное участие, это включается еще и в том, что, например, в Гомель приедут группа блогеров со всей Белоруссии, которая также с огромным любопытством посетит гомельские предприятия, осветит это в своих социальных сетях и расскажет своим подписчикам, как здорово в Белоруссии то, чем мы можем гордиться и почему. То есть молодежь – это, в принципе, основа, наверное, любого гражданского общества, потому что у них будущее, за ними основные решения, за ними. Им надо строить свою жизнь, им нужно понимать, что выбор, который они сделают перед собой, владея всей информацией полностью, да, о промышленности, о туристических маршрутах, о людях, о стране. Ну, это все нужно нам для правильного понимания, потому что зачастую мы все сидим в каких-то своих узких телеграм-каналах, например, да, смотрим сериалы, смотрим фильмы, а про страну ничего не знаем. А давайте поедем посмотрим, давайте посмотрим знаковые места. Вы знаете, вот молодежь, что у нас был одним из туристических маршрутов – это музейный комплекс «Вязанка», где родился Янка Купала. Давайте об этом узнаем, давайте посмотрим хату, избу, в которой он родился, давайте посмотрим фотографии его семьи и расскажем об этом. Это же наша история, это наша культура, это наше прошлое. Если мы не будем знать своего прошлого, мы в будущее никуда не придем. В этом и есть как бы цель экскурсионной программы, цель освещения со стороны блогеров и так далее. Опять же, какое внимание у средств массовой информации, Михаил? Ну, не могу не согласиться. Да, а, допустим, в Молодечно было кредитовано около 155 средств массовой информации, которые приехали и освещали те или иные события. Это говорит о высокой вовлеченности в общество и во все процессы, во все мероприятия. Андрей Антонович, ну вот завершающий вопрос. Попрошу вас немножко развернуть про блогеров. Это действительно тоже такая отличительная черта нынешнего марафона «Единство». Мы помним, что недавно прошел как раз-таки в стране, в нашей форум блогеров. Вот расскажите, как вообще ребята отреагировали, когда поняли, что их приглашают поучаствовать и активно поучаствовать в этом мероприятии? И, может быть, есть какие-то данные, каковы были охваты, потому как мы всегда на этот фактор смотрим? Ну, смотрите, что нужно отметить. То есть, например, в связи с тем, что интерес со стороны блогеров очень высок, у нас на квота. У нас на каждую область выделена квота до 10 человек. То есть мы приглашаем не просто уже любых людей, которые говорят, что это блогер, а это уже должны быть какие-то серьезные объемы подписчиков, чтобы мы могли каким-то образом максимально широко довести до их подписчиков то, что это и почему это. Вот. Если говорить про охваты, то, например, по Молодечному, на среднем охват всех подписчиков блогерской группы, которая приехала, было 2 миллиона 144 человек. То есть, грубо говоря, это та аудитория, которая узнала про Беларусь, узнала про туристические маршруты, узнала про предприятия, узнала про мероприятия в рамках марафона единства. Когда мы говорим про Гомель, то охват будет еще больше, потому что один из приглашенных гостей с нашей стороны – это Влад Кобяков. А вы знаете, что там элементарно, в ТикТоке у него около 8 миллионов подписчиков, в Ютубе 3,8 миллиона. Поэтому Влад будет. Мы сейчас еще обсуждаем по расписанию, на каких мероприятиях он примет участие. То есть это еще больше увеличивает охваты, а дальше будет еще больше. Андрей Антонович, позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за уделенное время, за то, что в наш эфир пришли, дали возможность ваше мнение услышать, и за то, что рассказали про то, что ждет гомельчан. До свидания. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо, что пригласили. И спасибо за ваш интерес к этому. Для нас это очень важно. До встречи в Гомеле. Спасибо. До встречи. Продолжим разговор через считанные секунды. Не переключайтесь. С нами на связи первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Юлия Липовская. Юлия Викторовна, добрый день. Добрый день. В Гомеле пройдут мероприятия Республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства», к которой присоединился Белорусский Республиканский союз молодежи. Вот расскажите в целом, какая миссия возложена на плечи БРСМ? На плечи БРСМ возложены две очень важные, знаковые, почетные, я бы даже сказала, миссии. Первая – это открытие арт-объекта «Будущее Беларуси в твоих руках». И вторая – это молодежный квест «Это все мое родное». Ну вот по этим акциям, по этим миссиям предлагаю немножко пройтись. Вот знаю, что арт-объект представляет из себя изображение, которое стилизует контур страны, на которой нанесена надпись «Будущее Беларуси в твоих руках». Вот как пришла такая идея и где в Гомеле будет, скажем так, новое место притяжения? Идея пришла совершенно сама собой от жизни, потому что действительно роль и значение сохранения единства, целостности нашей страны из года в год возрастают. И если обратить внимание на изображение, то этот контур держит три руки – мамы, папы и ребенка. Символ единения, символ семьи, символ того, что в стране нашей безопасно, спокойно жить. В стране, проживая, мы можем быть уверены в завтрашнем дне. И, собственно, эта картинка лишний раз напоминает нам об этом. Логотипы украшают герба Гомельской области, белорусских студенческих отрядов, потому что именно с участием наших отрядов в том числе созданы арт-объекты, которые по всей стране в ходе республиканской акции «Марафон единства» наносятся на различные здания. Так а где в Гомеле это будет нанесено, скажем так, изображение? Расскажите. В городе Гомеле данный арт-объект украсит жилой дом по улице Ланге, 5А. Это вблизи главного корпуса медуниверситета, площадка знаковая, на которой очень часто проводятся различные массовые мероприятия. Это место скопления в том числе и молодежи, студенчества, потому что в центре у нас сосредоточены учреждения высшего образования. Поэтому был не случайно выбран именно этот адрес. Юлия Виктора, ну вот ко второй части предлагаю переходить. Составной частью масштабного патриотического марафона станет тот самый городской квест «Это все мое родное», который охватит и охватывает уже абсолютно все города-участники. Вот что должны знать потенциальные участники квеста? Как это все будет проходить? Нужно ли где-то регистрироваться? Это все в онлайне, либо оффлайн это будет проводиться. Уже сегодня открыта регистрация. На сайте brsm.by специальная вкладка. Состав команды от 5 до 10 человек, без возрастных ограничений. Команда, зарегистрировавшись, оставляет свои контактные данные и выполняет небольшое творческое домашнее задание, за которое тоже можно получить дополнительные баллы. И нужно сказать, что они будут начисляться. Кроме этого, ребята, которые не смогут зарегистрироваться заблаговременно и, скажем, прибудут в день проведения квеста уже непосредственно на сам квест, который будет на площадке в городе Гомеле у Ледового дворца, они тоже могут стать участниками квеста, но уже не получить дополнительные баллы за домашнее задание. Вместе с тем, показать хороший уровень подготовки, творческое, интеллектуальное знание, в том числе истории нашей страны, истории города Гомеля, есть все шансы на победу. Юлия Викторовна, вот уточняющий вопрос, позвольте. А организаторы какое-то количество примерных участников прогнозируют, нет? Ну, мы ожидаем большого количества команд и готовы принять всех желающих, потому что наш областной центр второй по численности, область вторая по величине. Достаточно количества молодежи обучается и проживает в нашем регионе. Поэтому анонсируем, приглашаем всех желающих и будем рады видеть всех. Юлия Викторовна, ну вот смотрите, есть такой момент интересный. Организаторы отмечают, что в ходе акции будут задействованы блогеры. В каждой области это свои люди. Ну вот расскажите, в самом БРСМ есть какие-то восходящие, либо, возможно, уже яркие звезды интернет-пространства? Скажем так, чем может похвастаться областная ветка Белорусского Республиканского Союза Молодежи в этом вопросе? Ну, я могу сказать с уверенностью, что сегодня каждый молодой человек уже немножечко блогер. Кроме этого, совсем недавно мы провели областной конкурс в партнерстве с Министерством информации Республики Беларусь. Пресс-код среди молодых блогеров, журналистов, ребят, которые интересуются информационной сферой. Поэтому и этот конкурс ежегодно помогает открывать новые имена. Кроме этого, сегодня практически у каждого территориального комитета нашей областной организации, кроме представленности в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм-канале, есть уже свой канал в ТикТоке, в одной из самых популярных молодежных сетей, набирающих обороты. Поэтому мы есть и там. Соответственно, тоже актив, который ведет этот канал, в каждом районе есть. Это тоже наши восходящие звезды, на которые мы делаем большие ставки. Это не может не радовать. Ну и позвольте завершающий вопрос. Вот если комплексно подводить итог, как считаете, почему марафон «Единство» не просто одна из главных акций страны, а еще и площадка, куда молодежь должна активно заходить и участвовать, и принимать какое-то посильное, скажем так, организационное даже какие-то действия? Нам приятно, как я уже говорила, и очень почетно и ответственно быть в числе организаторов республиканского марафона, потому что нам доверяют, нам доверяют наряду с органами государственной власти участвовать в подготовке, готовить эти мероприятия. Почему молодежь? Потому что ни одно государство без подрастающего поколения, наверное, без внимания этому поколению, без работы с этим поколением, наверное, не может считаться успешным, процветающим и гармонично развивающимся. Поэтому молодежь – это будущее страны. Вот ответ, собственно, тот, который мы… То изображение, которое мы нанесем, наверное, вот в нем сосредоточена самая главная сакральная мысль. Будущее страны в твоих руках, руках каждого из нас. Юлия Викторовна, слушайте, ну не могу еще без одного вопроса вас отпустить. Вот отмечу, что Гомель, такой марафон единства, эстафету марафона единства, получает от города Молодечно, где эта акция стартовала. Следили за тем, как акция проходила, и, скажем так, какую оценку поставить организаторам? Безусловно, следили с интересом, общались с ребятами, с нашими коллегами. Планка была задана очень высокая. Молодечно хороший старт задал по следующим регионам. Порядка 13 городов посетит марафон единства, поэтому серьезная подготовка сегодня с нашей стороны, со стороны участников, и в том числе нас как организаторов. И мы очень верим и надеемся, сегодня все силы к тому приложили, чтобы на Гомельской земле этот марафон прошел самым наилучшим образом, потому что Гомельщина всегда славилась своим гостеприимством. Юлия Викторовна, позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за то, что пришли в нашу студию, уделили время и дали возможность услышать ваше мнение. До свидания. До свидания. Продолжим разговор буквально через несколько секунд. Оставайтесь на нашем канале. С нами на связи сотрудник Центра политологии Института социологии Национальной Академии Наук Беларуси Елизавета Глушакова. Елизавета, доброго дня. Здравствуйте. По всей стране идут один за одним мероприятия республиканской общественно-культурной акции Марафон Единства. Вот на ваш взгляд, почему эта акция нужна Беларуси здесь и сейчас? Здесь есть несколько причин. Во-первых, если мы понаблюдаем даже за другими странами и смотрим вообще на международную повестку, что происходит у наших соседей, в других регионах, то мы обратим внимание, что сегодня актуализировались и активизировались процессы повышения вот этой культурной идентификации своего народа, возвращения к своим культурным истокам. Мы возвращаемся к тем цивилизационным подходам, которые разрабатывались ранее. И для того, чтобы обосновать свою значимость в современной политической международной расстановке сил, государства на сегодняшний день стали очень часто обращаться именно к культуре, к идейной и ценностной наполненности вообще права на существование своего государства. Не просто обращая внимание на территорию, на наличие населения, на какой-то национальный фактор, но на сегодняшний день очень важную роль играет культура. И как раз таки обращение к культуре, мы это видим и в нашем государстве. Как раз таки марафон единства, он обращает внимание именно на нашу культурную идентификацию, там белорусские артисты выступают, президент выступал в Минске на марафоне единства. То есть каждый регион показывался. Сейчас марафон единства тоже, он проходит в каждом отдельном регионе Республики Беларусь, в каждой области и в городах отдельных. И, конечно, все это объединяет наше государство, объединяет наш народ и показывает наши культурные традиции и обосновывает наше право на существование как государства через именно вот этот культурный фактор. Еще одной причиной, конечно же, стоит назвать это предстоящая электральная компания президентская. И марафон единства является такой технологией сближения народа, сближения народа именно с лидером страны и в целом между собой укрепление социальных связей через такую площадку как марафон единства. Она не такая серьезная, как мы привыкли, диалоговая площадка, обсуждение вопросов каких-то серьезных с экспертами, экспертными группами, а такая более культурно-массовая, завлекающая людей для того, чтобы объединиться и показать сплоченность, показать единство какой-то в целом даже политической культуры, электоральной культуры. И чтобы новые выборы, которые будут в 25-м году, они характеризовались большей осведомленностью и большей сплоченностью белорусского народа перед внешними угрозами. Елизавета, но вот в каждом городе, который принимает акцию, цикл мероприятий завершает масштабный концерт, который проходит под лозунгом «Время выбрало нас». Мы помним, что этот лозунг впервые был озвучен, впервые появился в ходе проведения Всебелорусского народного собрания. Вот насколько справедливым будет утверждать, что вот эта фраза «Время выбрало нас» это уже такой своеобразный бренд Беларуси? Ну, стоит отметить, что помимо этого бренда в Беларуси хватает. Это касается нашей высококачественной продукции, которую производят белорусы. И я бы не сказала, что это бренд, это больше идея. Идея, да, которая выступает интегрирующим фактором, таким фактором консолидации граждан, вообще в целом на основе какой-то культурного своеобразия именно белорусов. И, соответственно, вот тут стоит обратиться к тем поправкам, которые, да, были внесены в Конституцию по итогам референдума 22-го года, и остановиться на моменте того, что было внесено в таком понятии, как идеология белорусского государства. И как раз-таки вот этот лозунг «Время выбрало нас», да, это является больше таким идеологическим конструктом, который выступает с тяжневой идеей, вокруг которой должен объединиться белорусский народ. Опять же-таки, возвращаясь к тем вызовам и угрозам, о которых мы постоянно на сегодняшний день говорим. Поэтому я бы не сказала, что это бренд, потому что все-таки понятие это более такое коммерческое, используется в другой сфере. Но сказать, что это именно идея, да, и несет себе аспект, один из аспектов идеологии белорусского государства, тут однозначно можно говорить именно так. Ну вот смотрите, в ходе проведения марафона «Единство» абсолютно во всех городах проводятся диалоговые площадки, такие своеобразные, возможно, даже дни информирования можно их называть, где простые граждане Беларуси встречаются с известными экспертами в своих областях, с белорусскими журналистами. Но вот такая форма, она появилась, наверное, в массовом сознании в ходе подготовки к проведению референдума по внесению изменений в Конституцию. Вот как считаете, насколько такая форма общения для граждан в нашем обществе прижилась и насколько она полезна? Ну, прижилась, я думаю, отлично. Мы видим по количеству проводимых такого рода мероприятий, площадок, организуемых встреч с экспертами в какой-либо области. И, конечно, как мы все любим говорить, коэффициент полезного действия достаточно высок, потому что через такие мероприятия мы укрепляем социальные связи в обществе. Через такие мероприятия налаживаются контакты между людьми, происходит новое знакомство. в целом расширяется такая социальная сеть взаимодействия в государстве. Соответственно, чем стабильнее, чем прочнее вот эта сеть связей, социальных коммуникаций внутри государства, тем в большей степени мы обеспечиваем свою стабильность. Опять же таки, стабильность перед манипулированием, например, стран Запада, как это было, или наших соседей, некоторых, во время тех же президентских кампаний до этого, мы формируем свою собственную самобытную, можно сказать, социальную структуру, в рамках которой налаживаем вот эти связи между разными социальными группами, тем самым достигая максимально приближенного консенсуса в обществе. Понятно, что если в обществе существует консенсус, если в обществе стабильные социальные связи между гражданами, нет какого-то огромного разрыва между социальными группами, они активно взаимодействуют, то, конечно же, внести деструктив в такую социальную систему или в такую политическую систему действительно сложно, поэтому казалось бы, что эти диалоговые площадки и мероприятия, они в целом для того, чтобы просто проинформировать или для таких декларативных целей, но на самом деле вот эта социальная интеграция здесь имеет основополагающее значение на самом деле. Елизавета, ну и завершающий вопрос. Вот на ваш взгляд, марафон «Единство» это такая крупнейшая общественно-культурная акция или все же нечто большее, ну, скажем так, как тренд, вот про культуру мы говорили, как тренд на сохранение, наверное, каких-то исторических и семейных ценностей, потому как хочу заметить, что если понаблюдать за тем, как проходил марафон «Единство» в том же самом Молодещине или в Минске, то люди же приходили действительно на семьями. Ну, это на самом деле так, и очень много людей приходят на эти мероприятия, они приходят друзьями, семьями, просто знакомыми, приобретают новое знакомство на таких мероприятиях. Я бы даже не сказала, что это тренд, я бы сказала, что это всегда было в Беларуси, ну, либо это постоянный тренд, который есть у нас всегда, потому что, ну, наша ментальность, она такая, ну, вот братская, мы всегда вместе, да, там все говорят о талаке и о других понятиях, которые относятся к такому белорусскому этносу. И, конечно, вот эти мероприятия, это не краткосрочный тренд, это сама ценность и есть в них, поэтому это очень важно для белорусов, и такие мероприятия, они имеют колоссально полезное значение, ну, особенно, когда мы находимся в ситуации, да, большого количества внешних угроз и в противостоянии, да, с какими-то регионами, с какими-то международными, такими политическими силами. И как раз-таки вот этот вот объединяющий фактор, да, он и играет здесь решающую роль. Елизавета, позвольте сказать вам огромнейшее спасибо за уделенное время, за то, что в наш эфир пришли и дали возможность услышать ваше профессиональное мнение. До свидания. До свидания. Сегодня мы услышали мнение экспертов и с уверенностью можем сказать, что марафон единства одна из важнейших общественно-культурных акций страны, которая сыграет огромную роль в вопросах консолидации общества. Спасибо, что смотрели. Это телеканал Беларусь 4 Гомель, Михаил Садовский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok